Мы с вами часто наблюдаем за известными людьми по видео, и порой, когда они отвечают на те или иные вопросы, мы бессознательно можем подмечать, что сейчас человек что-то пытался скрыть. Но не всегда получается до конца узнать наверняка, соврал он или нет. Потому что нет доказательств. Когда я делаю анализ известных людей на предмет лжи с помощью наблюдений за невербальным поведением, я могу лишь предположить, что человек что-то скрывает. Но без доказательств утверждать наверняка будет неправильно. Как тогда быть? Ведь мы хотим знать точно, когда человек может себя вести в моменты, когда он что-то скрывает и видеть тому не только предположения, но и доказательства. И кажется, я нашел этому решение. Буквально недавно я открыл для себя канал Куб, в котором обычные люди оказываются в разных комфортных и дискомфортных ситуациях. И участие в тех или иных рубриках заставляет их явно что-то скрывать. Посмотрев несколько выпусков, я обнаружил все те же признаки, что и отмечал всегда до этого. Только теперь мы точно можем сказать, скрыл что-то человек или нет, потому что так предполагает формат шоу. Вот, например, формат свой-чужой, в рамках которого участники собираются вместе и пытаются отгадать человека с определенной позицией, или, как, например, в этом выпуске, нетрадиционной сексуальной ориентации. Я оставлю ссылку на канал в описании, предлагаю вам сначала посмотреть этот выпуск и проверить свою наблюдательность. Попробуйте определить по невербальному и вербальному поведению, кто в действительности является геем, а потом переходите к просмотру этого видео и в конце я поделюсь своими наблюдениями. А пока предлагаю рассмотреть следующее. В одном из форматов, где незнакомые друг другу люди просматривают телефон, можно увидеть следующее. Вначале мы можем наблюдать легкий дискомфорт у обоих участников, что вполне нормально и обоснованно, так как нужно учитывать контекст. Люди друг другу не знакомы, не произошло еще эмоционального сближения, да и находится в поле зрения камер. Нет чего-то явного выделяющегося. Часто смена эмоций, легкие подергивания тела и так далее. Но вот в один момент происходит отклонение от этой базовой линии у девушки, и мы наблюдаем резкое повышение волнения в организме. Это сопровождается следующими невербальными сигналами. В своем инстаграме я уже как-то размещал этот отрывок в качестве практики на распознавание эмоций. Но теперь разберу в рамках и сегодняшнего выпуска. Просто сверху сам в ночну. Тут ты была нам. Когда парень начинает просматривать фотографии, мы видим, как девушка опустила голову и отвела взгляд вниз, что может выступать признаком смущения и внутренней концентрации. Плюс вместе с этим отводит нижнюю челюсть в сторону. Это один из признаков волнения и стресса. Подробнее об этом движении во время стресса я недавно говорил в выпуске анализа эмоций Дастина Парье. Далее мы наблюдаем следующий жест. Она поглаживает себя по предплечью, что является жестом-адаптером, который часто используется в моментах стресса и волнения. Таким образом человек подсознательно хочет себя успокоить и стабилизировать эмоциональное состояние. В это время происходит спад эмоций, который до этого активно сменялся одной эмоцией за другой. Плюс мы видим по губам произнесение обсценной лексики. А если судить по эмоциям, то видим натянутую улыбку радости, что выражается изначально в симметрии рта и быстрой смены на нейтральное лицо. В итоге мы понимаем, что стимул, который вызвал парень, заходя в просмотренные фотографии, вызвал в организме девушки сильный стресс. И проанализировав это, мы можем предположить, что это начало ее беспокоить. Что он может оттуда что-то узнать для нее неприятное и как-то о ней нехорошо подумать. Но почему это нам так важно знать? С таким, я уверен, вы часто сталкиваетесь в жизни, но не всегда даете себе отчет. Когда общаетесь о чем-то с человеком, заводите разговор на какую-то тему, если у человека это вызывает стресс, который может быть вызван тем, что он не хочет, чтобы что-то узнали, он может проявлять поток таких невербальных реакций стресса, который может еще добавляться другими признаками. И вот наблюдение за такими ситуациями, которые мы видим в таких шоу, является очень хорошим тренажером по составлению различных моделей поведения людей в стрессовых ситуациях, когда они что-то скрывают. Но давайте понаблюдаем дальше. Ситуации бывают разные, и не во всех моментах лжи или сокрытия какой-либо информации человек обязательно будет испытывать стресс. Совсем нет. Когда он не испытывает психологическую либо физическую угрозу, то и не будет внутреннего стресса. Например, игра мафия. Это развлекательный процесс, а не стрессовый. Человек не будет бояться что-то потерять, эмоции в целом будут положительные, поэтому на эту игру не будут распространяться основные условия и правила обнаружения лжи по стрессу, так как стимул незначительный. Так и в одной из рубрик свой чужой, стрессовый фактор того, что нужно скрывать, понижен. В рамках этой передачи нужно найти людей, которые не служили в армии, и, вероятно, все это воспринимают как развлекательный момент. Отсюда и признаки того, что история выдумана, будут немного другими. Мы не будем видеть и вербальных признаков стресса и волнения на высоком уровне, которые будут проявляться в теле. Но вот можем наблюдать за тем, как человек делится своим пережитым или выдуманным опытом. У людей, которые в действительности переживали ту или иную ситуацию, в голове будет содержаться конкретная картинка происходящего, которая называется когнитивная карта. Человек помнит не только то, что происходило, но и сможет рассказать о своих чувствах и эмоциях. Отсюда будут возникать различные сравнения, никому не очевидные детали, особенности, цвет, вкусы, ощущения и так далее. По сравнению с тем, кто не переживал в действительности такого опыта. Лжец, который заранее выдумал легенду, будет оперировать конкретными заученными фактами, посчитав это достаточно аргументированным. Он даже не будет задумываться о том, что еще можно описать. Но давайте посмотрим, как это выглядит на примере шоу. Было ли вам страшно в первый день службы? Когда задается вопрос касательно эмоций пережитого опыта в первый день службы, парни, которые там служили, как раз делятся своими эмоциями. Как это было? Что они чувствовали? Сравнивают эти ощущения с чем-то иным. Было не страшно? Было очень грустно. В первый же день украли шлепки. Ну вот такое. Я вообще не понимал, где ты находишься, что вообще происходит. Тебе кажется, ты просто сейчас ляжешь спать, встанешь и все будет хорошо, ты будешь дома. Мне было страшно на призывном, типа я еще когда не знал, заберут или нет. Более страшно, чем уже когда ты привезли на поезде. Это уже воспринимается как какое-то приключение, квест. Было очень грустно, потому что у меня в этот день был выпускной с моего факультета. Ну, страшного вообще не было. То есть было интересно. Но когда слово дают тем, кто не служил, они не ссылаются на эмоции, ощущения и свои чувства. Я за своей жизнью даже никогда не был в пионерском лагере детском. Никогда не уезжал так надолго и не жил в одной казарме с людьми. А тут я понял, что это неизбежно. Сразу происходит перевод темы на неуместное сравнение с детским лагерем, о котором не спрашивали. То есть подсознательно выстраивают тем самым барьер от основного вопроса и оперируют шаблонами и фактами. Мне было не сам первый день в армии, а именно вот до, день до, когда уже всех провожают на поезд, когда вот эти вот лица девушек, родителей. У нас было то, что первый день, ну, когда мы уже отъезжали, это уже был срок службы. И тут происходит тоже своего рода отдаление от основного вопроса. Вербальное дистанцирование. Человек не делится даже чувствами того, как его провожали. Он делится тем, что якобы видел, что тоже своего рода является шаблоном служения в армии. Когда все остальные поделились своими эмоциями. В дальнейшем мы также видим, что один из тех, кто не служил, продолжает оперировать конкретными фактами, которые, возможно, он где-то вычитал. Я скажу вам интересный факт. Если им переводили деньги, к примеру, там, 500 рублей, то ты за то, что ты его проводил, мог с него получить... Че еще? Но речи о переживаемых чувствах и эмоциях по-прежнему нет. Нет и внутреннего кода, то есть определенных слов, правил, которые могли бы быть у тех, кто находился в общих условиях и является участником определенного движения. В данном случае у служивших в армии есть устоявшиеся термины, либо распорядок дня, в котором они находят общий язык. А те, кто не служил, не обращают на это внимания или вообще не понимают, о чем идет речь. Похожие элементы поведения мы и наблюдаем в видео, которое я просил изучить самостоятельно вам. Но в этом примере изначальные условия другие. На кону, можно сказать, стоит своя репутация, которая способна вызвать определенный стресс у человека. Среди участников два человека с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Но я хотел бы прокомментировать поведение только одного. Обратите внимание на позицию этого парня. Как я отношусь к ЛКБТ, очень отрицательно. Мальчик должен быть мальчиком, и мальчик должен встречаться с девушкой. Мальчик с мальчиком, это очень ужасно, я отношусь к этому негативу. А теперь на парня, который в действительности является тем, кого всем нужно обнаружить. Поддержу слова Назара. Я отношусь также, в принципе, у мальчика с мальчиком, это ни в коем случае только мужчина с женщиной. Я сам родился в семье, где брак только мужчина и женщина, у меня есть младший брат. И с детства нас воспитывают то, что к этому надо плохо относиться. Помимо возбужденной вегетативной нервной системы, с его типом кожи и устройством организма, она заметна особенным. Он все шоу пребывает в напряженном состоянии, отчего покраснело лицо. Плюс видно, как он часто сглатывает слюну, что может говорить о пересыхании во рту. Это все признаки стресса. Но опять же, обратите внимание на его риторику. Здесь мы также видим вербальное дистанцирование. Поддержу слова Назара. Он не описывает свой опыт и свой взгляд. Он перенимает точку зрения парня перед ним, а не говорит это от себя, от своего лица. И еще одно дистанцирование происходит тогда, когда он рассказывает про семью, что у них заведено плохо относиться. С детства нас воспитывают то, что к этому надо плохо относиться. И далее, во время голосования, он опять же повторяет след за своим соседом, решившись подсознательно таким образом объединить свои точки зрения и не выбиваться из вида. Что, безусловно, не указывает 100% на то, что он врет или что-то скрывает. Но в этом контексте и этих условиях стоило бы обратить внимание на его поведение. Почему у него нет такой четкой позиции и он не описывает свой личный опыт. Он пытается что-то сказать, вот я что-то говорю, он мне пытается, да, 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 это так. И он в подозрение вообще не входит. И это как-то очень все нестандартно. Испытывает чрезмерное волнение и другие признаки стресса. Покопавшись чуть дальше и узнав, кем он является, тогда-то все становится на свои места. Часа вчера готовиться было очень сложно. Смотреть все паблики гомофобов и так далее. Но там есть и другой участник, которого я предлагаю проанализировать вам. И постараться определить, как его действие и поведение могло бы его выдать. Переходите на канал, который я оставил в ссылке в описании, смотрите полную версию и делитесь своими наблюдениями в комментариях. Из всего этого мы можем заключить, что безусловно нет явных признаков, которые указывают на то, что человек врет. Есть сигналы, которые могут говорить об испытываемом дискомфорте и эмоциональной нестабильности. В жизни через неоднократные наблюдения, провокации с нашей стороны, вопросы, наша задача определить, по какой причине они происходят. И возможно, человек что-то скрывает. То есть это сигналы, а не точные заключения. Это важно и стоит учитывать при корректном анализе и трактовке поведения. И вот такие видео, как я нашел на этом канале, очень полезны для тренировки и проверки своих наблюдений. Потому что там участвуют обычные люди. И мы видим действия в разных контекстах. В последующем я постараюсь найти что-нибудь еще интересное для вас. А пока предлагаю самим переходить и проверять свои навыки и повышать навык чтения человека. Несколько видео оттуда в качестве практики я также буду использовать в своем инстаграме, как упражнение на распознавание эмоций. Ссылку на который вы также можете найти в описании под видео. А на сегодня у меня все. С вами был Сергей Бубович. Наблюдайте за людьми, чтобы они оставаться в дураках и быть на шаг впереди. Скоро увидимся.